Вот такую вот красивую и аппетитную лазанью мы с вами будем сегодня готовить. Это очень удобный рецепт, можно импровизировать. Начинка сегодня мы приготовили с мясным фаршем и с овощной начинкой. Можно готовить с курицей, ветчиной, сыром, можно с грибами. Я обязательно хочу показать, как он выглядит на среде. Ну вот такая вот красота, ну вот такая вот красота сегодня у нас с вами получится. Я надеюсь, вам понравится мой рецепт и вы будете его готовить. Мы готовили его в духовке при температуре 180 градусов, оставили на 30 минут. Потом, если вы готовите с таким тестом, как у меня, можете потом опустить температуру до 150 градусов. И снова еще на 10 минут, чтобы все внутри обязательно приготовилось. Пахнет очень вкусно, рецепт супер шикарный, вам обязательно понравится. Будем готовить вместе, поехали. Всем привет, с вами Домашняя Кулинария. Сегодня я для своей семьи готовлю такое блюдо, как лазанья. Я покажу, как это делаю я и надеюсь, вам понравится. Вы будете готовить вместе со мной. Вот у меня в миске мука, которую я должна буду обязательно посолить. И добавить сюда воду. Для начала я приготовлю самое простое пельменное тесто. Соотношение муки и воды берем 1 к 2. То есть на 300 грамм муки мы берем 150 миллилитров воды. Воды комнатной температуры. Кто смотрит мои ролики, знает, что я люблю замешивать тесто на столе. Я всю эту массу переношу на стол. Ну и все. И начинаем замешивать тесто. Обычное пельменное тесто. Оно будет такой вот средней плотности. Ну вот так я закончила замешивать тесто. Посмотрите, какое оно получилось. Оно должно быть вот таким вот гладким. Теперь я его откладываю в миску. Это тесто нужно оставить как минимум на 20-30 минут. Пока отдыхает наше тесто, мы должны будем приготовить начинку и соус. У нас будет сегодня 2 начинки. Мясная и овощная. Я покажу, как я это делаю. И мы должны будем приготовить соус без шамель. Ну вот, а мы теперь начнем готовить начинку. Вот у меня, в моей емкости, у меня 400 грамм мясного фарша. Можно взять любой фарш. А также я взяла 3 вот такие немаленькие моркови. Общим весом 250 грамм. Приготовила также 2 репчатых лука. Один лук нам понадобится для мяса, другой для моркови и пряности. Готовятся эти 2 начинки абсолютно одинаково. Можно луковицу нарезать на мелкие кубики, а можно вот прям вот перьями. Каждая хозяйка и фарш, и овощную начинку готовит по-своему. Я просто покажу, как я это делаю. Быстро нарежу в мелкий кубик обе луковицы. Закончили с луком, а теперь на крупной терке должны будем натереть морковь. Закончилось подготовительными работами, а теперь переходим готовить начинки. Я покажу, как это делаю. У меня на газоплите сейчас 2 сковородки. И в каждой сковородке по 2-3 столовые ложки растительного масла. Вот в этой сковородке мы будем готовить мясо, а в этой сковородке мы будем готовить овощную начинку. А теперь доводим лук до прозрачности. В мясную начинку также очень хорошо добавлять хотя бы 1 столовую ложку томатной пасты. Он придает приятную кислинку нашему фаршу. Ну вот, а теперь сюда же мы добавляем мясо и будем жарить до коричневого цвета. А теперь мы сюда добавляем морковь и будем тушить с добавлением пряности. Ну а теперь вот на этой стадии мы должны будем посолить и добавить все пряности. Так как пряности, они раскрывают свои вкусы при термической обработке. Любые пряности, которые для фарша, можно добавить в парабанске. Вот у меня соль, перец и красная сладкая паприка. А также сюда можно добавить свежую зелень. Ну и можно вот так вот немного свежей зелени для вкуса, запаха, для свежести. Ну вот так вот выглядит наш фарш и наша начинка овощная. Мы уже готовить ее закончили. Оставим ее, пусть она остынет. За это время мы быстро приготовим соус и начнем собирать нашу лазанью. Ну вот такие две начинки мы приготовили. Пока остывают наши начинки, мы сейчас быстро приготовим соус бешамель. Вот у меня в посуде 30 грамм растопленного масла. Сюда я добавляю 30 грамм муки и 300 миллилитров молока. Вот так вот я готовлю бешамель. Сюда также можно добавить мускат на орехах. Очень мало на кончике ножа, это по желанию. Я сейчас на плите буду готовить. Ну вот так вот на плите. Мы готовим до тех пор, пока мука вот так начинает превращаться в крошки и меняет свой цвет. Ну вот посмотрите, вот так меняется он в цвете. Вот на этой стадии мы будем добавлять молоко. Молоко надо добавлять постепенно. Во-первых, потому что все это очень горячее и он начнет сильно шипеть. Ну а во-вторых, чтобы не было комочков. И постоянно помешиваем, доводим наш соус до первых пузырьков. Ну вот такой вот гладкий соус у нас должен получиться. Доводим его до первых пузырьков, отключаем и соус готов. Ну и последнее, перед тем, как мы перейдем к тесту, мы должны будем натереть на крупной терке сыр. Но это последняя заготовка, что мы делаем перед тем, как начать уже готовить лазанью. Ну все, мы закончили заготовку, мы переходим к тесту. Вот теперь достаем тесто из миски. Тесто стало мягкое и эластичное. И все, а теперь мы будем делить на части. Для этого надо будет вот так раскатать в колбаску. Я разделю тесто на 6 частей. У меня будет лазанья из 6 слоев. Каждую часть закатаю в колобок. Пусть он отдыхает, пока я начну раскатывать. Ну вот такие шарики мы закатали. А теперь будем раскатывать. Раскатываем слои размером нашей вкормы, в которой мы будем собирать лазанью. Ну вот такой овал я раскатала. И вот такой тонкий пласт у нас должен получиться. Я вот так вот накладываю форму на тесто. И вырезаю по форме. И остатков теста я снова буду закатывать. И из таких вот остатков я снова раскатаю пласт. Ну вот в такие пласты я буду раскатывать тесто. Его отложу. Беру второй шарик. Точно так же я раскатаю. Вырежу его по форме. И отложу. И все. Тесто готово. Начинаем собирать лазанью. А теперь мы начинаем собирать нашу лазанью. Все знают, что у лазанью есть листы, которые можно купить в любом супермаркете. Мы сегодня готовим лазанью из теста, которое мы приготовили сами. На самое дно обязательно соус бешамель. Вот так вот чуть-чуть. Соусы надо не жалеть ни в коем случае, чтобы наша лазанья получилась сочной. Ну и вот так первым слоем мы распределяем. А теперь очень щедро, чтобы было вкусно, мы добавляем мясной фарш. Мы делим фарш на три части. Так как у нас три слоя будет с мясом, три слоя у нас овощная начинка. Ну вот я сейчас вот так вот еще и с сыром. И обязательно снова бешамель. Я отметила, что в бешамель также очень к месту добавить мускатный орех, а можно также добавить сюда и черный перец. Ну вот, а теперь второй слой. Снова вот так равномерно распределяем. Ну а теперь овощная. И овощную начинку тоже делим на три части. И снова должна буду посыпать сыром. Вот в такой последовательности мы будем чередовать все наши слои и начинки. У меня получится высокая лазанья, так как у меня размер формы небольшой. Небольшой. Собираем всю лазанью, посылаем ее в духовку минут на 35-40. Так как у нас тесто, оно должно внутри обязательно приготовиться. То есть ни в коем случае не остаться сырой. И снова сыр. Ну а также можно вместо мяса можно сделать лазанью с грибами. Тоже будет очень вкусно. Ну вот так я соберу всю лазанью. Покажу, что получится. У меня получится высокая лазанья. Форма у меня длиной 30 см, а шириной 20 см. Но с морковной начинкой это получается божественно. Я вас уверяю, можете попробовать. Все, что у нас осталось, все мясо мы сейчас помещаем. Мы поместили последний слой. Ну вот так мы распределили овощную начинку. И последним слоем у нас будет сыр. И еще надо будет учитывать, что лазанья в духовке увеличивается в объеме. Она так становится больше. Она поднимется немного. Ну и потом я вам покажу, что у нас получилось. Ну вот и все. А теперь посылаем вот эту красоту в духовку в температуру 180 градусов на 35-40 минут. И потом я обязательно покажу, что у меня получилось. Ну вот посмотрите, какая красота у нас получилась. Я вот хочу показать, чтобы были видны слои. Вот такая вот супер лазанья у нас с вами сегодня получилась. Один внешний вид, чего стоит. Он очень аппетитный. Я обязательно покажу, как он выглядит на среде. Надеюсь, вам понравится мой рецепт и вы будете его готовить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда ваша, всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока!